40% жителей нашей страны должны регулярно заниматься спортом к 2020 году. Об этом говорили эксперты на рабочей группе в Москве. Возглавил эту группу по поручению президента России губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Какие предложения подготовили специалисты для развития массового спорта? В репортаж ждали. Москва, администрация президента. Сюда приехали представители всех субъектов Российской Федерации на рабочую группу, чтобы решить, как сделать так, чтобы 40% жителей нашей страны регулярно занимались спортом. По данным статистики, примерно 22% всех россиян уважают физкультуру. Причем есть регионы-лидеры. Это республика Татарстан, Чувашия, Мордовия, Мариэл. Там примерно треть жителей любят спорт. Есть и аутсайдеры, где процент людей, которые занимаются спортом, всего 4-5. Это, например, Ингушетия, Дагестан, Мурманская область. Отметим, что Красноярский край находится в серединке. Заниматься спортом должно стать модным. Об этом говорит губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Он возглавляет по поручению президента эту рабочую группу. Президент поставил нам задачу проработать новые предложения для развития спорта в стране. И прежде всего массового спорта и физического воспитания граждан. Начиная с самого юного возраста. То, что губернатор возглавляет эту группу, объяснимо. Ведь именно у нас проходят массовые забеги, стартуют все соревнования между городами и районами, утренние зарядки. Кроме того, именно Красноярск претендует на звание столицы Всемирной Зимней Универсиады 2019 года. Чтобы достигнуть цифры в 40%, надо изменить подходы к организации физической подготовки в школе, вузах и не только, говорят специалисты. Например, создать систему спортивных нормативов, аналог советским ГТО. Кстати, президент страны уже поддержал эту идею. Основная задача по поручению президента – возродить комплекс ГТО, который, с одной стороны, служил бы мерилом твоей физической готовности, с другой стороны, формировал бы методику подготовки и организации физического воспитания наших граждан. При этом, что очень важно, всех возрастут. Главы других субъектов предложение также поддержали. Ну, назвать его надо, чтобы человек чувствовал, что он не только лично для себя спортом занимается, но и государство укрепляет, и будущее его государства будет абсолютно совершенно другим. Сильное государство должно воспитать здоровое, хорошо образованное и духовно богатое поколение. И население, те, которые сегодня любят спорт, ведут здоровый образ жизни, они хотят. То есть, хотят зажечься, как энтузиасты, и зажечь других. Чтобы спорт среди большинства в стране стал в почете, специалисты уже создали концепцию неких норм ГТО – Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Это будет нормативно-правовая основа, которая будет введена в первую очередь в образовательный процесс наших школьников, через предмет физической культуры, и среди учащихся молодежи в техникумах и высших образовательных учреждениях. То есть, фактически, это тестирующая система, которая будет позволять правильно оценивать ученика. Как отмечают представители рабочей группы, помимо спортивной инфраструктуры, еще важно в регионах проводить пропаганду здорового образа жизни. Причем не только через средства массовой информации, но и в школах и детских садах. Без пропаганды мы никак не сделаем так, чтобы это почувствовал каждый человек. И это в необходимости. Потому что именно пропаганда мы можем с помощью пропаганды, ну и примеров, конечно, безусловно, сделать таким образом, чтобы человек считал это своим делом. В развитии массового спорта не обойтись и без бизнеса, считают специалисты. Создать привлекательные условия для бизнеса, которые бы, вкладывая средства в развитие спорта, имели особые формы налогообложения. Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс, название пока еще утверждается, включает 9 ступеней, охватывает всех, от маленьких до уже взрослых любителей спорта. Внедрять комплекс планируют в течение пяти ближайших лет. К 20 сентября от всех субъектов Российской Федерации ждут предложения по созданию Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса, а также по системе внедрения нормативов. Ирина Алиева, Александр Ермошенко, Новости.